Друзья, перед началом этого видеоролика я хотел бы вас всех поблагодарить за то, что на моем канале стукнуло 900 подписчиков, но и так же, как я и обещал, на моем канале стартует розыгрыш. Вся подробная информация в группе ВКонтакте, ссылочка на нее есть в описании под этим видео. Сюжет футболиста карьеры полностью вымышленный. Всякая сходца с реальными событиями является абсолютно случайным. Всем привет, друзья, с вами Андрей, это канал Футболота жизни и это продолжение нашей карьеры за игрока. Перед началом этого видеоролика хотел бы вас попросить обязательно подписаться на этот канал, потому что большой процент зрителей смотрят мои видеоролики без подписки. Ребят, если вам понравился данный ролик, не поленитесь, подпишитесь на канал, мне будет очень приятно, тем более немножко нам осталось до 1000 подписчиков. Ну и так же, кто не знал, у меня есть второй канал, игровой канал R&T, ссылочка на него есть в описании под этим видео. Так что, кому интересны игровые прохождения летсплея на ютубе, милости прошу, всех буду рад там видеть. Ну что же, а мы начинаем. Итак, сейчас у нас сразу же домашняя игра против Шеффилда, они идут на четвертой строчке, у нас лидерство, правда, в 10 очков, но терять вот это вот лидерство нам не нужно. Наоборот, нам надо его копить, потому что у нас вот минимальное отставание до первого места и было бы замечательно под конец нашей карьеры выиграть еще и чемпионат Англии. Ну что же, составы на ваших экранах. Манчестер Юнайтед против Шеффилда Юнайтеда. Поехали. Итак, английская премьер-лига. Олд Рафорд, Манчестер принимает Шеффилд. Поехали. И отлично, голевая передача, 20-я минута на игрока с 20-м номером. Это Унвар, на него дали голевую. Замечательно. Хорошо начинаем сегодняшний матч и сегодняшний выпуск. И отлично. Вот здесь мы просто сейчас наказали Шеффилд за их вот ошибку. Не доработали они сейчас в обороне, там неточная передача была. Ну и все, меня оставили одинешень в одном. В общем, одному меня вот здесь оставили в полном одиночестве. Все слово, вот это вот хотел сказать, одинешенько стоял я возле штрафной. Ну здесь еще и хорошая передача. Вы просто смотрите, подошвы отдает. Ну а здесь мы уже и корпус так подставили и красивенько пробили. И отлично. Ну сейчас просто пушечный был удар, 76-я минута, мы забиваем дубль. Ну просто все замечательно на сегодня складывается. Два мяча забили, отдали еще и голевую. То есть звание игрокам матча уж точно будет за нами. И все, заканчивается матч. Разгромная домашняя наша победа над Шеффилдом. 3-0, голевую и дубль я сегодня оформил. 7-5 у меня оценка. Ну что же, а после 14-го тура мы поднимаемся на первое место. Я так понимаю, там Манчезер Сити с кем-то либо сыграл в ничью, либо проиграли. Ну скорее всего они там проиграли, как-то я даже упустил этот момент. За сезон уже забил 17 мячей, отдал 5 голевых передач. И за карьеру у меня уже 261-й гол и 105-я голевая передача. Итак, сейчас у нас выездная игра. Играем матч против Бернли. Они идут ниже 10-й строчки. Составы на ваших экранах. Форму немножко поменял. Бернли против МЮ. Поехали. Итак, Турфмур. Турфмур. Не знаю, как правильно. Кстати, вот увижу Уксой Чемберлейна в составе Бернли. Интересно будет, как все у нас получится. Поехали. И отлично. 1-0. Снова пушечку свою расчехляем. 22-я минута. 1-0. И все, заканчивается матч. Минимальная победа на выезде благодаря моему единственному забитому мячу. Оценка 7-5 у меня. После 15-го тура мы все так же на первом месте. Лидерство у нас в 2 очка. Ну что же, за сезон уже забил 18 мячей и 262-й гол в карьере. Итак, сейчас у нас матч в Лиге Чемпионов. Если мы сегодня вот обыграем Шахтер, у нас будет 12 очков. И будем надеяться на то, что Спортинг проиграет Славе. Хотя, ну это вряд ли как-то сбудется. Поэтому вот так вот обидно. Но мы, скорее всего, останемся на втором месте. Играем дома. Составы на ваших экранах. Манчестер Юнайтед против Шахтера. Поехали. Итак, Олд Траффорд. Манчестер Юнайтед против Шахтера. Лига Чемпионов. Шестой тур. Поехали. И сразу же Галешник. Отлично. Шестая минута. Пероти забивает. Моя предголевая передача. Ну просто супер. Итак, нас заменили на 8-6 минуте. Вместо меня вышел Марсиаль. И все. Заканчивается матч. Пероти празднует. Это значит то, что мы вышли в плей-офф Лиги Чемпионов. Сейчас интересно узнать, с какого места. Потому что шансы у нас все-таки были на выход с первого. У меня оценка 6-0. Славия обыграла Спортинг со счетом 3-1. Вы просто посмотрите. Они ни разу никого не выигрывали на групповом этапе. А это получается мы выходим с первого места. То есть все карты прям сложились для нас. Славии этот матч вообще ничего не давал. То есть они бы в любом случае не вышли в плей-офф Лиги Европы. Даже если бы Шахтер бы. Они так и проиграли. Мы все сделали для Славии. Они все сделали для нас. Спасибо им большое. Ну и давайте сразу посмотрим на возможного нашего соперника. Мы можем сыграть против Бенфики. Против ЦСКА. Против Ливерпуля не можем мы сыграть. Против Атлетика можем. Против Аталанты. Против Челси не можем. Против Аякс. Но я бы хотел, конечно, против ЦСКА. Было бы интересно. Ну а так. Ничем я сегодня не выделился на поле. Итак. Сейчас у нас домашняя игра против Уотфорда. Они идут ниже 10-й строчки. Составы на ваших экранах. МЮ против Уотфорда. Поехали. Олд Траффорд. Манчестер Юнайтед против Уотфорда. Очередной матч у нас. Английская премьер-лиги. Поехали. И замечательно. Какой красивый гол здесь сейчас получился. Штрафной. Одного убрали. Второго. И все. 1-0. 43-я минута. Замечательно. И отлично. Делаем счет 2-0. 76-я минута. Но сейчас снова же наказали соперника. Замешкались они в защите. То есть вот здесь вот. Ну уже бы отдавал бы мяч. Но нет. Не получилось. А мы еще и с нерабочей ноги. Замечательно забиваем. И все. Заканчивается матч. Уверенная домашняя победа. Благодаря моим двум забитым мячам. Оценка у меня 7-0. За матч. Лидерство у нас. Если я не ошибаюсь. То увеличилось. Теперь уже в 4 очка. Забил 20-й гол в сезоне. 264-й гол в карьере. Итак. Сейчас у нас выездная игра. Против Болверхэмптона. Они идут на 6-й строчке. Составы на ваших экранах. Поехали. Итак. Малинаук стадиум. В Уверхэмптон. В Манчестере Юнайтед. Английская премьер лига. Очередной матч. Поехали. И какой гол. С хорошей подкрутки мы все-таки забиваем. 12-я минута. И это 1-0. Замечательно. И отлично. 40-я минута. Мы отдаем голевую на Гринвуда. И ведем уже со счетом 2-0 на выезде. И все. Заканчивается у нас матч. Уверенная. Выездная победа. Со счетом 2-0. 7-5 оценка у меня. Все так же мы лидируем на 4 очка. Забил уже 21-й гол в сезоне. И отдал 6-ю голевую передачу. Итак. Сейчас у нас домашняя игра против лондонского Арсенала. Они идут сейчас на 8-й строчке. Составы на ваших экранах. Поехали. Итак. Манчестер Юнайтед. Против Арсенала. Олд Траффорд. Английская премьер-лига. Поехали. И отлично. Сразу же первая атака, первый удар и это гол. Шестая минута. Мы выходим вперед. И отлично. 2-0. 72-я минута. Просто шикарный сейчас, кстати, был момент. Замечательно убрали защитника. Еще и с нерабочей ноги. С подкрутки мы пробили. Ну, супер. И все. Заканчивается матч. Уверенная домашняя победа. В таком вот дерби интересном. И все. Манчестер одержал победу. Арсенал практически не доставил никаких неприятностей. 7-5 у меня оценка. После 18-го тура мы на первом месте. У нас лидерство в 7 очков. Замечательно. 23 забитых мяча у меня уже в этом сезоне. Итак, Янаги удостоен награды лучший футболист Азии. Поздравляем его с этим. Итак, Пуикс Корби. Корби. Пуй Корби. Я не знаю. Лучший футболист Южной Америки. Поздравляем его с этим. Ну, а у нас сейчас выездная игра в английской премьер-лиге против Сток Сити. Они идут ниже 10-й строчки. Составы на ваших экранах. Поехали. Итак, я не знаю, правда ли такой стадион. Бет-365 Стадиум. Может быть из-за спонсора они действительно назвали себе так стадион. В общем, Сток Сити против МЮ. Английская премьер-лига. Поехали. И замечательно. 1-0. 28-я минута. Сток Сити пропускает от Манчестера дома. И все-таки мы пропускаем. Вот так вот глупо. Пропустили. Защитники ничего не смогли сделать. Но вот это вот чисто гол за искусственным интеллектом. Очень странный. Заканчивается матч. У нас ничья. Потеря очков. Впервые сегодня у нас в выпуске. Получаю я оценку 7-5 за матч. Итак, лидерство у нас вроде все так же и осталось в 7 очков. Забил я 24-й гол в сезоне. Итак, сейчас у нас выездная игра. В рамках чемпионата Англии играем против Норвича. Они сейчас идут на 5-м месте. Посмотрим их состав. Составы на ваших экранах. Норвич против Манчестера. Поехали. Итак, Кэрол Роуд. Норвич принимает Манчестер Юнайтед. Английская премьер-лига. Очередной матч. Поехали. И отлично. 1-0 перед самым перерывом. Мы забиваем. И все. Минимальная победа Манчестера над Норвичем на выезде. Очередные 3 очка в чемпионате. Итак, лидерство у нас после 20 туров все так же 7 очков. Забил уже 25-й гол в сезоне. Итак, сейчас у нас Кубок Англии. Манчестер Юнайтед играет против Нью-Касла. Они идут на данный момент в рамках английской премьер-лиги ниже 10-й строчки. Но все-таки это Кубок. Здесь все может быть по-другому. Составы на ваших экранах. Манчестер Юнайтед против Нью-Касла. Поехали. Итак, Виллэдж Роуд. Манчестер Юнайтед против Нью-Касла. Кубок Англии. Поехали. И замечательно. 1-0. Снова левой ногой мы забиваем. У нас прям очень хорошо она работает. Наша нерабочая нога. 24-я минута. 1-0. Мы выходим вперед. И снова левой ногой. 31-я минута. Мы забиваем дубль. Буквально идентичные голы у нас сейчас получились. И уже дубль мы забиваем за первые полчаса игры. И долгожданный хэд-трик мы уже забиваем. 36-я минута хэд-трик у ворота Нью-Касла в Кубке Англии. Замечательно. Итак, вот отличный шанс у нас. И почти, почти получилось перебросить. Ну что ж, сейчас произойдет? Нет. Ну забиваю уже в пустые, да. Гринвуд забивает в пустые. У меня не получилось забить покер. Но все-таки догромили Нью-Касл в Кубке Англии. И все. Разгромнейшая победа Манчестера над Нью-Каслом в Кубке Англии. Мой хэд-трик. Еще и Гринвуд забил. Вряд ли я там отдал, конечно, не в уголевую. Вот. Оценка у меня 8,5. Ну что же, как я понимаю, в следующем... На следующей стадии, это, я так понимаю, четвертьфинал. Мы будем играть против Улверхэмптона. Тоже интересно. Играли с ними недавно. Забил уже 28-й гол в сезоне. Итак, сейчас у нас игра снова против Нью-Касла. Правда, теперь уже в рамках английской премьер-лиги. Мы идем на первом месте. Уверенно. 7 очков лидерства. Нью-Касл идет ниже 10-й строчки. Но теперь мы, правда, играем и дома. Ну и постараемся не упасть в грязь лицом и провести такой же достойный матч, как и в Кубке. Составы на ваших экранах. Поехали. Итак, английская премьер-лига. Олд Траффорд. Манчестер Юнайтед принимает Нью-Касл. Поехали. И все-таки мы пропускаем. В конце матча на 86-й минуте Нью-Касл смог распечатать наши ворота. И вот так вот они, наверное, решили нам отомстить за кубок. И все, заканчивается матч. И у нас домашнее поражение. Очень обидное. На последних минутах мы упустили даже вот ничейный результат. Ну а Нью-Каслу поздравляем с победой. У них вот единственный был удар в створ за матч. У меня оценка 6-5. Итак, теперь у нас лидерство в 4 очка. Итак, сейчас у нас выездная игра против Бормута. Они идут ниже 10-й строчки. Составы на ваших экранах. Поехали. Итак, английская премьер-лига. Бормут против Манчестера. Поехали. И отлично. 1-0, 40-ая минута. Вряд ли на меня сейчас запишут, правда, вот эту вот голевую передачу. Но Унувар забивает. Отлично. Неплохо здесь мы тоже разыграли. Почти отдали вот эту вот точную передачу. Но вот защитник немножко подрезал. Я могу прям сразу же посмотреть. Нет, не могу, наверное, только вот в перерыве. Но посмотрим. И все. Минимальная победа над Бормутом на выезде. Замечательно отыграли. Унувар забил единственный гол. Голевую я на него, к сожалению, не отдал. Итак, после 22-го тура у нас лидерство в 4 очка. Итак, сейчас у нас домашняя игра против Тоттенхэма. Они идут на 6-й строчке. Соперник серьезный. Составы на ваших экранах. ИМЮ против Тоттенхэма. Поехали. Итак, Олд Траффорд, Манчестер Юнайтед против Тоттенхэма. Английская премьер-лига. Поехали. И все. Заканчивается матч. Нулевая ничья против Тоттенхэма. У меня оценка 6-5 за матч. Лидерство у нас потихонечку уменьшается. Теперь уже в 2 очка. Итак, сейчас у нас выездная игра. Последняя в сегодняшнем выпуске против Лестера. Они идут на 10-й строчке. Составы на ваших экранах. Лестер против Манчестера. Поехали. Итак, Лестер принимает сегодня Манчестер. У нас последний матч в сегодняшнем выпуске. Поехали. И все. Заканчивается у нас матч. Снова же нулевая ничья. Потеря очков колоссальная у нас произошла. Было лидерство у нас там в 7 очков. Сейчас, мне кажется, нас уже обгонит Манчестер Сити. Я стал лучшим игроком матча. 7-0 у меня оценка. Но нет, кстати, Сити проиграли Тоттенхэму. Поэтому у нас лидерство в 3 очка. Все пока что спокойно, замечательно. Надеюсь, в следующем выпуске у нас будет все получше. Ну что ж, друзья. На этом все. Спасибо вам большое за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видеоролики и стримы. Ну а с вами был Андрей и канал Футбол. Это Жидан. На встречу, друзья. Всем до свидания. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok